Всем привет! У меня сегодня большая радость. Мне пришла посылочка от моей подруги Жанны. Это подруга по ютюбу. Конечно же, Жанна живёт в Нижнем Новгороде. Мы с ней дружим сравнительно недавно, несколько месяцев. Но канал её я смотрю уже довольно-таки давно. Наверное, больше года где-то. Извините, буду шмыгать, я болею немножко. Так что, если что, за голос прошу прощения. В общем, у Жанны на канале недавно было видео на тему расхламления. Ну, мне, в общем-то, ничего не было нужно. Но я увидела там одну вещь, которую уже сняли с производства в компании Эйвен. Которую очень ищет моя подруга. И решила попросить, в общем, у неё. Но потом, увидя вторую часть про декоративную косметику, я уже не удержалась. Не повыбирала себе тоже. Жанна раздавала косметику девочкам на безвозмездной основе. Хотя, как бы, мы ей предлагали оплатить хотя бы пересылку. Потому что это всё-таки тоже немалых денег стоит. Но, насколько я знаю, она ни с кого ни копейки не взяла. Поэтому, огромное тебе спасибо, конечно. Очень вообще рада, что поучаствовала. У меня, конечно, двойная радость. Вчера у Жаны на канале я ещё и в конкурсе выиграла. Так что, ко мне идёт ещё одна посылка от Жанули. Ну, давайте я уже вам покажу, что было в посылке. Из уходовых средств был вот такой вот лосьон для тела от компании Арифлейм. Мирали и Жасмин. Это у нас идёт для рук и тела. Большой объём здесь, 300 мл. Очень удобная помпа. Жанна мне его ещё предлагала до того, как видео расхламление снимала. Ну, я что-то не знала. Думаю, как это так, просто так взять у кого-то что-то. Кстати, говоря, вот на тему расхламления, вернее, подарков. Я как-то, ну, у меня так не скапливается. Я тоже дарю, бывает, что-то там, косметику какую-то там, подружкам. Ещё кому-то, родственникам. Ну, как бы, ну, в таких количествах у меня не собирается. Если я купила помаду, например, и она мне не подошла, полежала у меня там месяца 2-3, я уже понимаю, как бы, что я ей пользоваться не буду. И тогда я уже её кому-то отдаю. Ну, так, кучкой, как оказалось, намного интереснее. Вот, в общем, вот такой вот лосьон. Хороший аромат. Интересный такой, необычный. Ну, как и все ароматы Ларри Флейм, они не банальные, я бы так выразилась. Ну, я думаю, что по качеству тоже будет очень хороший. И вот то средство, из-за которого я решила поучаствовать в расхламлении, можно так выразиться. Это сыворотка от Эйвен для волос сияния день за днём называется. Её уже давно нет в каталогах, 60 мл. Постоянно у меня подруга на работе заказывала эту сыворотку. И потом её сняли с производства. В общем, она несколько там другие пробовала, пробовала, но сказала, нет, мне только вот это вот и всё. И вот до сих пор она ходит и плачется, что её больше нет в продаже. И тут, когда я увидела у Жанны, я решила попросить у неё для Марины, для моей подруги. Я думаю, очень она будет рада. Мы с ней вдвоём, можно сказать, ждали эту посылочку. Так что радость двойная у нас. Так, ну и из больших ещё покажу вот такой вот гель для душа. Это уже бонус от Жанны, за которое ей большое-пребольшое спасибо. Я, кстати, недавно чуть не купила себе такой гель. Увидела у неё в заказе, но потом она, в общем, любит лаванду. Она себе взяла именно из-за лаванды, но ей аромат не понравился, так как здесь больше пахнет ежевикой. А я, наоборот, больше люблю ежевику, чем лаванду. И поэтому мне аромат понравился. В бутике я, кстати, его нюхала, но, видимо, с улицы зашла. И как-то вообще не смогла аромат определить даже. А сейчас уже дома открыла, понюхала. Да, действительно, ежевика. Ну, лаванда там тоже, конечно, есть, но она уже на заднем плане. Очень тебе благодарна, Жанна, за этот гель. Классно. Буду обязательно пользоваться с удовольствием. Так, ну давайте я уже к себе, наверное, косметичку тут поближе поставлю, чтобы удобнее мне было. Так, еще для волос была вот такая вот штучка, малюсенькая. Сколько здесь? 10 миллилитров от Кларан. Это какой-то спрей, по-моему, осветляющий. Для светлых волос он идет. Попадался Жанне в коробочке красоты. По-моему, он ей или в двойном экземпляре. Ну, что-то, в общем, я не помню. Либо просто, как бы она брюнетка, ей ни к чему. А он делает на светлых волосах, я так поняла, эффект выгоревших волос. Вот что-то вроде этого. В общем, попробуем. Не знаю. Нет, наверное, до лета я ее ждать не буду. Попробуем, наверное, в ближайшее время. Какая разница? Думаю, большой нету. Разницы. Так, следующее. Попросила я у Жанны вот такую вот кисть. Очень мне понравилось. Я, кстати, в видео, когда смотрела, мне почему-то казалось, что она маленькая. Но на самом деле она огромная, почти с ладошку. Это от Ифраше кисточка для пудры, по-моему. Натуральный ворс. Классная кисть. Вот у меня что-то последнее время на кисточки прибило. Поэтому решила кисточку такую у нее еще выклинчить. Так, были, были. Давайте тушь покажу. Еще Жанна мне прислала вот такую вот тушь. Это от Эйвон. Ну, кто меня смотрит, знаете, наверное, что я Эйвон занимаюсь. Но как-то не успеваю, в общем, все новинки попробовать. И решила тоже вот эту вот тушь потестировать, взять. Именно с такой кисточкой у меня еще не было. Вообще, мне из этой серии очень нравятся туши тем, что они очень стойкие. Не смоешь просто водой, ни слезами, ни снегом никаким. Вот, у нас сейчас как раз такая погода мокрая. Я сейчас на почту ходила, там снег валит. Прямо вот это вот с ветром все в глаза. И, знаете, ну, как бы, думаю, как хорошо, что я хоть не накрашенная пошла. Так бы, наверное, все. Как бы вам показать эту кисточку. Ну, в общем, вот такая вот конусом сделана. И рядами здесь неплотные щетинки расположены. Не знаю, будет фокус или нет. Попробую. В общем, она свежая. Тут видно еще. Хоть и открытая. Сегодня как раз в ночь на работу пойду. И устрою ей испытание ночной сменой. Так. И еще были блески и помады. Так. Давайте с блесков начнем. Такой вот блеск от Make Up For Ever. Очень хотела подтестировать эту фирму. Но как-то я не видела. У нас в магазинах. Что там у меня сегодня? С фокусом. Оттенок. Опять не фокусирует. Наверное, вот такой. Маленький. Хоть Жанна и сказала, что он липкий. Я не люблю, конечно, липкие. Но понравился цвет. Ну, и то, что такой маленький объемчик. Конечно, больше летний. Но все равно очень красивый. Не знаю, до лета он доживет у меня или нет. Или я его использую. Очень красивый блеск. Я еще на губах ничего не тестировала. Так что, извиняйте. Про качество ничего сказать не могу. Только свочи покажу. Следующий блеск. От Art Deco. Так, 16-й оттенок. Такой он яркий. Такой цвет. Мне кажется, на камеру даже светлее передает. Потому что, на самом деле, мне кажется, он темный. Так, здесь довольно-таки большой объем. Я посмотрю. Мне нравятся такие цвета. Сейчас покажу еще три помады. Помады, по-моему, тоже из этой же гаммы будут. Так, помада от Mary Kay. Тоже никогда не пробовала. У меня такая косметика не по карману. Поэтому, очень хотелось потестировать. Вот так вот она открывается. И вот такой вот цвет. Сейчас как раз и посмотрим. Похожи они или не похожи. Тоже такие нейтральные цвета, которые подходят практически ко всему. Очень рада, что у меня появилась возможность потестировать косметику Mary Kay. помаду, я имею в виду. И то же самое могу сказать про Ariflame Giordani Gold. Это у нас Rose Blossom оттенок. Извиняюсь. Ну, тоже мне как-то... Кто меня смотрит, тоже знают девчонки, что я люблю помаду от Ariflame постоянно. Часто их заказываю. Тоже вот такой вот похож оттенок. Казалось бы. Ну, нет. Вообще разные. А на вид вроде смахивают друг на друга. Классно. Я люблю такие яркие оттенки, ягодные всякие. Ну, тоже как бы дороговато для меня помада от Giordani Gold. Поэтому вряд ли я бы себе купила. Но потестировать тоже очень хотелось. И еще одна помада от Avon. Эта помада называется Невесомость. К сожалению, здесь, по-моему, оторвана вот эта вот наклейка. И не видно оттенка. Но, как я посмотрела у нее в видео, вот это вот или садовая роза, я так думаю, или розовый букет. Скорее всего, это садовая роза. Вот такая вот она яркая тоже. Нравится мне эта помада. Действительно, она такая легкая. Особенно вот я летом, но я как-то целую так и себе не купила. Все время пробников наберу всяких разных. Вот из этой серии. Там такие цвета яркие, летние. И все лето ими крашусь. Вот. На губах очень комфортная. Действительно, невесомая. Вообще, очень приятная помада. Жанна, спасибо тебе огромное. Очень понравился подарок. Особное спасибо. Особое спасибо за гель для душа. Это вообще... Вау! Ну, и, конечно же, за косметику тоже. Я ссылку на канал Жанны оставлю или под видео, или в конце видео. Обязательно проходите, подписывайтесь. У нее очень интересный канал. Показывает свои покупки, заказы с разных сайтов. Пустые баночки. Ну, в общем, все, что душе угодно. И так же у нее на канале каждый месяц проходят конкурсы очень интересные, тематические. в этот раз был конкурс, по-моему, первого числа, если я не ошибаюсь, каждого месяца. Конкурсы будут проходить. И в этом месяце, в октябре, повторюсь, я выиграла у нее в конкурсе. Была тема Эйвен. Жду теперь следующую посылку. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. Еще раз спасибо Жанне. Спасибо всем, кто порадуется вместе со мной. И всем пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok